Дипломатический тупик. Москва заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии. Дошло и до обращения на «ты», и до выражений, которых в этом зале еще не слышали, что же произошло и что Дональд Трамп думает об отношениях с Россией. Дмитрий Анопченко об этом из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Вето в Совете Безопасности ООН дело обычное. И споры тоже звучат довольно часто, но до прямого выяснения отношений еще не доходило. Дошло сейчас, при обсуждении резолюции по Сирии, когда в зале прозвучали слова, которых даже от Чуркина, не славившегося особой дипломатичностью, никогда еще не слышали. Великобритания, Франция и Соединенные Штаты предложили расследовать использование химоружия в Сирии, назвав этот проект простым и сбалансированным. В документе осуждение трагедии и ряд требований к сирийским властям. В частности, предоставить доступ к военным авиабазам для проведения проверок. Москва резолюцию сразу же витировала, но в ООН сегодня обсуждают даже не это, а выступление представителя России, в частности, его обращение к коллеге из Великобритании на «ты» и «тон», с которым это было произнесено. Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому... Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистура не служил. Какой-либо комиссии по этике в структуре организации объединенных наций попросту нет. В ней не было необходимости. Поэтому формально этот дипломатический демарш останется без реакции. Однако дипломаты говорят, что даже к Чуркину, при всей его неоднозначности, здесь все равно относились как к коллеге. Общались с ним неформально, помимо зала заседания. Та же Саманта Пауэр выстраивала прямой диалог. Но человека, который сейчас остался на хозяйстве в российском представительстве при ООН, теперь дипломаты из Британии или Франции попросту игнорируют. Но что касается резолюции, которую внесла тройка стран, резолюции по Сирии, то все понимали, что Россия, скорее всего, ее витирует. Однако ее все равно поставили на голосование, просто чтобы обратить внимание мира на ситуацию. Считаю, что это точно возможно, ответил Дональд Трамп на вопрос, уверен ли он, что Россия знала заранее о химатаке в Сирии. Я бы хотел думать, что они не знали, но они определенно могли знать, настаивает новый глава Белого дома. Он пообщался с прессой по итогам своих переговоров с генсеком НАТО, где прокомментировал и нынешние отношения с Россией. Было бы здорово, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это возможно, а может и нет, и тогда произойдет все наоборот. Но я хотел бы поладить со всеми. Когда мои полномочия закончатся, мир станет намного лучше. Трамп считает, что сейчас, после химатак, отношения между Вашингтоном и Москвой на самом низком уровне. Не только за время его президентства, но и за всю историю. Отношения с Россией достигли низшей точки. Мы совершенно не ладим с Россией. При этом переговоры Рекса Тиллерсона в Москве он все же считает успешными. Дескать, все оказалось лучше, чем он ожидал. Вопрос лишь в том, принесет ли это результаты. Или все так и останется. Только на словах. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко и Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. И тем не менее, президент США выразил уверенность в нормализации отношений между США и Россией. В нужное время все опомнятся и между нами будет прочный мир, написал американский лидер в своем твиттере. Напомню, накануне Трамп положительно отозвался об итогах визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!